Привет, привет всем, снова от меня Всем до моих дорогих, любимых друзьям, подписчиков и всем-всем-всем Ой, смотрите, я волосы постригла Наконец-то я убрала свою длину У меня сильно-сильно длинные волосы выросли Прямо, у меня быстро, вообще Всегда быстро волосы растут, сильно быстро волосы выросли И уже просто Не то, что вылаживать, даже вот Высушивать их, как говорится Высушивать уже тяжело было Несмотря на то, что у меня тонкие волосы Редкие, и вот я вот сама постригла Я вчера и сегодня я с утра вот голову Помыла и подровняла То самое, концы подровняла Ведь здесь всё, чтобы с обеих сторон Одинаково было, короче, я стригла где-то Около 15 сантиметров, я не знаю как Я правда ещё не уложила, я только высушила волосы Не уложила, потому что мне скоро Через 3 часа мне надо Собираться идти ехать К отоларингологу Сегодня у меня визит наконец-то, спустил 3 недели Вот, после моей ангины Проверить, что у меня там ещё белое Так что, так что, так что, так что Я буду, я только накрасилась Успела, и сейчас я Сделаю, я делаю, смотрите Ой, я же не включила Я делаю свою икру, баклажаны Я вот вчера, вот эти вот баклажанчики Вчера уже пропекла Сейчас порезала всё Это один красный перец, это лаучок Сейчас я Я такая балда Ивановна, блин Мы когда делали спезу Я забыла, что у нас Как это, польпа Польпа, где помидоры закончилось Но польпа, эй, польпа, это такая Это кусочки помидора в томатном В собственном соку Я забыла, я не проверила Чтобы у меня всё закончилось Мы не купили Я думаю, блин, а Свежие помидоры Мне жалко тут просто в эту икру ложить Я лучше свежие помидоры оставлю Так, кушать на салатик Я решила Это самое Просто кинуть туда Это, это, это Томатный сок Простой Томатный сок Это пасата Итальянская пасата Не знаю, что получится Что получится Но что-то это получится вот, будет в томатном соке она всё тушится ой, я вообще раньше, да, вот недавно, только сейчас я делала эту баклажанную икру а уже давно не делала я и решила вот снова сделать немножко, я только два баклажанчика купила немножко, потому что чтобы я-то одна ем, но и Никита чтобы она не портилась вот, ну вот сейчас посмотрю, может ещё немножко залью томатами вот так это томатный сок такой ой, я так рада за Марину из Пизы Марина из Пизы тоже итальянская наша блогер, итальянский наш блогер а, сейчас я крышкой закрою и буду тушить всё, пусть она тушится закипит, потом поменьше огонь сделаю так рада за Марину из Пизы, наш итальянский наш итальянский блогер что она встретилась наконец-то со своей дочкой такая красавица, дочка-умница вообще последние два дня я смотрела её видео и это самое, ну наконец-то, наконец-то наверное, не одна я ждала её её видео, когда же она появится вот, и недавно, кстати у другой нашей итальянской блогер блогера Юлечка из Пиручи Юлечек, 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 Юлечка, привет она делала недавно как это, видео-встречу как это, как это говорится видео-встречу как это так говорится ну да, типа видео-встречу вот и интервью интервью, короче, все у неё и все её интервью визуали я тоже, я давно знала, что у неё будет намечается вот эта видео-встреча но я когда в субботу включила Ютуб, вот я даже не думала я совершенно забыла о этой видео-встрече честно говоря, потому что у меня вот эти вот проблемы вот эти вот и Никита болел как говорится в это время и уроки надо было с ним делать я включила, случайно увидела вот эту видео-встречу ёлки-палки такое ощущение, как будто вот в реале с ней разговаривают так было приятно такие умнички вообще такая семья обалдеть что мама, что папа, что три дочки это вообще одна другой краш одна другой интереснее просто-напросто ладненько у нас погода никакая третий день дождь идёт дождь прямо невозможно это я не люблю вообще дождь я не люблю ту сырую погоду я вообще солнечный человек я люблю солнышко я люблю тепло я люблю жару да, я жару люблю я холод не люблю плохо переношу а вот жару я хорошо переношу по мне лучше будет круглый год лета вот мой Никита сегодня с утра уехал с несколькими его одноклассниками на соревнования по шахматам но вообще-то он не занимается этим видом спортом у него баскетбол как вы знаете но дело в том что в школе много его учеников много его одноклассников и даже из других классов с младших классов есть дети которые хорошо играют в шахматы вот и решили ну и внутри школы делали соревнования и Никита там какой-то вышел короче в первую пятерку да он в первой пятерке он из самых лучших вот и сейчас устроили устраивают устроили да уже идут соревнования сейчас устроили соревнования между школ где-то неделю назад сейчас я помешаю мою рагу уже закипело сейчас помешали огонь сделали неделю назад были соревнования первые соревнования среди чуть-чуть не подгорело надо маленький 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 огонь потому что тут мало все маленький огонь и пусть она тушится 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 так а я посолила я забыла нет я не посолила вот я да ну точно балдаем я так давно видео не делала что начала делать видео с вами и совсем включила рагуи и даже забыла что я не посолила все я посолила в этот раз я решила ни чеснок ни перчик не перчики я вчера еще не ложила но просто ничего острого не буду ложить я любила чеснок ложить в икру потому что в прошлый раз я видать чуть-чуть переборщила и мой Никита не хотел есть из-за чеснока я думаю чтобы сейчас чуть-чуть не переборщить я решила вообще не ложить вот раз чеснок пусть больше чеснока попробуем как будет вот так что я говорила короче и сегодня устраивают уже соревнования те же самые соревнования только среди так первый день были соревнования среди среди школьников среди наши ученики с нашей школы поехали которые не сильно хорошо играют в шахматы а уже сегодня это уже сегодня финал и поехали именно самые лучшие и вот поехал мой Никита сегодня с утра вот я его в 8 часов мы подождали на улице приехал папа его одноклассника с его одноклассником они вместе поехали на шахматы и по пути еще забрали еще одного их одноклассника они кстати вот эти вот трое все трое хорошо играют в шахматы и все трое играют в баскетбол так что сегодня целый день они будут в другой школе на этом турнире ребятам и я ему дала с собой это самое рюкзачок с едой с чаем с водичкой там бутерброды там еще какие я уже не помню что я ему положила вот и они короче там будут с 8.30 с полдевятого до полпятого вечера представляете а потом этот же папа приедет и заберет наших ребят и отвезет на баскетбол и я уже уже увижу Никиту только где-то пол седьмого вечера вот я его 8 отправила и пол седьмого такого вижу привезут его домой целый день целый день надеюсь что как говорится наши ребята с нашей школы выиграют что как говорится первое место потому что в прошлом году благодаря нашему классу наша школа выиграла первое место в баскетболу если сейчас они все ребята наши хорошо сыграют то возьму первое место для нашей школы еще и по шахматам ой наш класс вообще умничка так ладненько все я буду тушить потихонечку потихонечку и пойду собираться потихонечку пусть она сама себе тушится хотя надо конечно не забывать помешивать ну нормально она уже не пригорает она чуть-чуть слегка тушится тушится смотрите вообще как уже цвет поменял видите были баклажаны яркие не знаю как видно не видно нет так со светом были баклажаны яркие а сейчас они уже более коричневые становятся уже там лучок перчик сладкий баклажанчики и товарный сок вместо помидор все пошла у меня же радость такая великая я же вам ничего не сказала уже где-то мы дней 10 назад купили билеты и летом 24 июня я полечу с Никитой домой на родину к маме мама довольная мы полетим аж на 4 поедем аж на 4 недели представляете на целый месяц вот я довольна конечно я я представляю что мне я там буду скучать как говорится по Италии по итальянскому дому вот но дело в том что я хоть отдохну отдохну от семейной жизни просто-напросто и отдохну от сына мужа конечно я ничего не говорю вот это самый вслух но вот уже если вы поняли что у меня не у меня проблемы а что мне в общем не хочу я с ним жить с сыном мужа потому что достало достало я хочу отдохнуть отдохнуть все хорошо мы поедем с Никитой на неделю к маме сколько можно я как папа Карла здесь как блин та несчастная золушка всем помогаю елки-палки я своей маме родной помочь не могу я говорю ни морально ни физически вот я поеду на целый месяц не на две недели ни недели а на целый месяц чтобы ей конкретно помочь и морально и физически все все сказала сказала вот муж конечно он мне сразу купил билеты как говорится но видно что у него было видно что у него настроение упало конкретно упало настроение упало настроение потому что он не может без меня просто-напросто он как маленький ребенок он хочет чтобы я постоянно была рядом и все такое и в аэропорту например когда мы уже с ним расстаемся в аэропорту обычно он мне уже смс-ку шлет что типа вот он уже скучает без меня только 5 минут назад расстались он уже скучает и когда я сажусь в самолет я отключаю телефон а когда уже приземляется самолет я включаю телефон там наверное штук 15 этих смс-ок что он уже обычных смс-ок что он уже умирает что он жить не может без меня что ему плохо что я его бросила в общем и вся такая фигня ладненько-ладненько переживем переживем все будет хорошо я рада за Марину что она приехала на родину что она увидела с дочкой увидела со своими родными и я поеду летом обязательно-обязательно поеду летом там у меня тоже есть подписчики моего родного города там у меня родственники которые меня смотрят ладненько тут уже такие цветочки распустились птички весна-весна смотрите это нарциссы а вот эти вот маленькие цветочки я даже не знаю как называется стою на остановке только что проехал автобус не успела я на него теперь мне надо ждать минут 20 прикиньте еду-еду к кота-лорингологу и кстати вот здесь вот можно прямо в автобусе у нас купить билетики но они стоят намного дороже чем чем в специальных киосках так что нет мы я лучше в киоске буду покупать там дешевле стоят у меня сегодня две хороших новости под конец дня у нас уже темно мы уже поужинали у нас время уже почти 8 вечера я уже как говорится без глаз сказанула и короче первая новость я ходила к врачу он на таларинголог это врач-мужчина был такой интересный кстати симпатичный там все расспрашивал туда-сюда все объяснял все у меня в порядке говорит это ваш доктор испугался вот а я говорю это он испугался не я он говорит точно вы правы это доктор испугался не знаю что он там увидел короче мне все в порядке там конечно чуть осталось белое но это все ерунда это все можно сказать почти ничего уже он там что-то почистил мне вот что-то там продумал почистил и все в порядке все в порядке вторая новость Никита получил очередной медаль по шахматам они сегодня конечно конечно, не выиграли первое место, но зато они, как это сказать, в первой пятёрке, в общем, среди, 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 лучшей пятёрки среди всех школ, наверное. Ладненько, ну вот, так что, это у Никиты уже вторая медаль, первая у него по баскетболу, в прошлом году, да, он получил за второе место по всему городу, а это у него по шахматам, о, вот, собираем медаль, собираем медаль, и вот, всё, ладненько. Ну, действительно, длинное видео сегодня, так соскучилась, так соскучилась по видео, давно не снимала, чё-то редко с ними не снимаю, ладно, буду исправляться, извините меня, пожалуйста, пожалуйста, извините меня, всё, всем пока-пока, чао.